Всем привет! С вами Игорь на канале HomeAid и сегодня мы с вами будем подключать 7-сегментный индикатор на базе сдвигового регистра TM1637. Поехали! Этот дисплей довольно-таки прост в подключении. Здесь всего 4 контакта. 2 контакта это питание, плюс 5 и граунд и 2 контакта линии данных. Линия данных подключается на любые свободные 2 пина ардуино. То есть в данном случае у меня подключено к второму и третьему пину и можно подключить на любые другие пины, какие вам будут удобно. Сам дисплей очень прост в управлении и единственным недостатком, которым он обладает, это то, что вот эти светодиоды, точки, хотя они здесь и установлены, а их включить никак нельзя. То есть при всем желании эти светодиоды, они не включаются, потому что вместо них загораются вот это двоеточие. То есть как видите, горит двоеточие, а эти точки, они никак не включаются. Это единственный недостаток этого дисплея. Давайте посмотрим, как работать с этим дисплеем. Для работы с этим дисплеем существует много различных команд. Некоторые из них прописаны здесь в начале примера будут, вы можете их посмотреть. Некоторые будут в самих примерах использоваться. И в принципе разобраться не сложно. Вначале подключаем библиотеку. Ссылка на библиотеку будет внизу в описании. Определяем пины, к которым подключен наш дисплей. В данном случае у меня он подключен к третьему и к второму пину. Переменные, которые будут у меня использоваться. Объявляем подключение дисплея. Инициализируем дисплей. Дальше мы устанавливаем яркость. От 0 до 7. 0 это минимальная яркость, 7 это максимальная. И самая первая команда это приветственный баннер, то есть бегущая строка. Мы объявляем массив, в котором мы прописываем текст, который будет у нас выводиться. Чтобы узнать, какие символы можно вывести, нам нужно обратиться в файл tm1637h. Давайте мы его откроем. Вот он. И нужно обратиться в раздел letters and symbols. И мы можем увидеть, какие буквы и символы мы можем выводить. То есть вот этот символ выведет букву f. Или, например, этот символ выведет букву r. Вот этот знак выведет символ 6. То есть цифру 6 выведет. Все остальные вы можете увидеть здесь. Тире, подчеркивание, равно и пустой символ. После того, как массив объявлен, переходим к его выводу. У нас есть команда runningString, где мы указываем массив, размер массива, а также скорость смены. Скорость смены букв. Делаем задержку и очищаем дисплей. После того, как нам уже не нужно ничего вводить, очищаем дисплей. И, как вы видите, все отлично работает. И бегущая строка показывается. Следующие две команды, они полностью аналогичные. DisplayByte и она же DisplayByte. Как вы видите, здесь я указал конкретные байты, а здесь я указал ссылки. То есть, если мы обратимся к нашему файлу tm1637, то мы увидим, что большая буква L имеет код 38. И вот он у нас выводится. То есть, для того, чтобы вывести какую-то надпись, мы можем вывести буквами, вот так прописать, а можем прописать кодом. Эффект будет одинаковый. Как вы видите, на дисплее написано Let's. То есть, все работает. При помощи команды DisplayByte. При помощи этой команды можно также вывести конкретный байт в конкретное место. Допустим, мы напишем единичку. И здесь уберем все. То мы скажем, что мы во вторую цифру, то есть, вот в эту, это нулевая, первая, вторая, третья, в нулевую цифру, мы запишем вот такую букву, или такой символ. Давайте посмотрим, что у нас получится. И во второй символ мы записали букву Е. Видите, все отлично работает. Можно поменять и знака места, например, в третье, то эта буква переместится на последний знак. Для того, чтобы вывести значение какой-то переменной на дисплей, существует команда DisplayInt. Она существует в двух вариантах. DisplayInt и DisplayInt0. В данном случае я вот показываю пример DisplayInt0, когда рядом с переменной, которая у нас равна 12, остальные знака места, они зарисовываются нулями. То есть, здесь у нас нарисованы нули. Если просто использовать команду DisplayInt, то значение переменной, в данном случае 48, будет выводиться просто как число, без зарисованных нулей. То есть, эти два символа, они останутся пустые, им будет только значение переменной, что тоже довольно удобно. Для примера можно сделать простой счетчик от нуля до 1235, но с приростом 5, где значение J переменной будет выводиться на дисплей. И как видите, переменная выводится на дисплей, счетчик работает и быстро сменяются цифры. Следующая команда Display, она выводит в конкретное место цифры от нуля до 9. В данном примере, по очереди выводятся в каждое знакоместо цифры от нуля до 9. То есть, эта команда предназначена только для вывода цифр. Если вы хотите вывести свой знак, то нужно использовать команду DisplayByte, и тогда можно вывести свой знак или символ. Кстати, вы можете легко создать свой символ. И сейчас мы рассмотрим, как это сделать. Каждый сегмент индикатора имеет свое обозначение A, B, C, D и так далее. Для прорисовки какого-то сегмента используется битовая маска. Каждый бит соответствует определенному сегменту в индикаторе. Например, A соответствует нулевому биту, B соответствует первому биту и так далее. Для того, чтобы создать какой-то символ, нужно определить, какие сегменты вы хотите включить. И, соответственно, прописать в определенные биты единицы, а в остальные биты прописать нули. Допустим, мы хотим нарисовать вот такой вот символ, где будут засвечены только сегменты F, A, B и сегмент D. Для этого берем байт, и в нем в единицу записываем биты нулевой, первый, третий и пятый. Итак, запускаем калькулятор. Вид переключаем в программист. Значение BIN. И вводим то, что у нас получилось. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Переводим в HEX. И у нас значение получилось 2B. И это значение теперь вводим сюда. 0, X, 2B. И пробуем, что у нас получится. И, как вы видите, на дисплее во втором сегменте вывелся именно тот символ, который мы придумали с вами. Те сегменты, которые мы выбрали, они у нас и включились. Вот такой вот получился символ, и у нас он работает. То есть, видите, на самом деле это несложно, и с этим дисплеем работать абсолютно несложно. Единственный только минус в нем, что нельзя выводить десятичные значения, потому что, ну, просто нету точки и дроби отбрасываются. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!